коллеги добрый день зовут меня мария нинашева я являюсь консультантом аналитиком 1с а также руководителем проектов на некоторых проектах моя область это документооборот электронный документооборот это управленческий учет на этих областях специализируюсь и сегодня мы с вами говорим о документообороте 21 подготовки подготовка программа к работе типовой методики документооборота немножко сначала пока люди еще подходят мы с вами момент обсудим вебинар у нас планируется на 45 минут продолжительностью в это время мы укладываемся по основному материалу и вопросам но если вдруг у нас вопросов будет много возможно немножко задержимся такая техническая техническая возможность у нас есть у нас запись ведется то есть запись у вас будет потом мы ее направим и вы сможете пересмотреть если вдруг кого-то отключает что-то там нужно отойти не переживайте запись у вас будет доступе материалы презентации также будет направлена также если вы задаете вопрос если у вас возникают вопросы в ходе вебинара вы их пишите в чат для общения у нас с вами используется чат по плану мы идем сначала по нашей основной части теоретической доклада то что подготовлено и постараюсь встраивать ответы на вопросы также прямо в программу как как буду читать вебинар так и буду стараться делать упор на тех вопросов которые вы задаете в любом случае мы постараемся на все вопросы ответить после вебинара в зависимости от их количество если вдруг мы не уместимся по времени либо будут вопросы на которые нужно отвечать после анализа ваших процессов какие-то более глубокие развернутые вопросы ответы нужно дать то это мы сможем уже с вами сделать на персональной встрече то есть для каждых для каждого участника сегодняшнего вебинара мы готовы предоставить одну полноценную встречу с разбором ваших бизнес процессов с разбором вашей ситуации чтобы можно было дать какие-то конкретные рекомендации то есть после вебинара вам будет направлено будут направлено материалы по вебинару и с вами свяжутся наши сотрудники для получения обратной связи сможете обсудить когда вам удобно будет допустим назначить встречу и мы привлечем уже необходимый круг специалистов чтобы ваши вопросы разобрать любом случае ни один ваш вопрос не останется не отвечен либо на вебинаре либо после мы его обязательно разберем разбор дадим так люди заходят и заходят сегодня у нас не очень пунктуальные не все пунктуальные участники но главное что приходят это уже хорошо так по чату я сказала вопросы в чат пожалуйста пишите сразу как только они у вас возникают даже при условии что разбирать я сразу все не смогу в ходе в ходе доклада чтобы они нигде не потерялись не затерлись чтобы мы их все равно увидели разобрали вы их пожалуйста пишите в чат сразу чтобы нам их не потерять по опыту и это максимально эффективно получается и так мы переходим нашей основной теме а да кстати я сразу и спикером модератор поэтому если вас выбивает из-за из встречи то добавляю вас я поэтому если сразу не добавлю то немного подождите значит я просто сразу не увидела не среагировала сложно сразу и туда и туда смотреть вот чат тоже я могу где-то не оперативно видеть но мы его обязательно потом выгружаем так что ваши вопросы мы все равно все видим вот на данный момент так вижу участники у нас пока нету больше участников в ожидании в комнате так что начинаем вопрос у нас сегодня подготовка программу к работе именно установка типовой методики документа оборота но сначала с вами кратко поговорим о возможностях документа оборот 2.1 вообще чтобы была некая вводная не все у нас присутствует на каждом вебинаре и все равно какую-то вводную даем вот и поговорим далее уже о первоначальной настройке новой базы что у нас из себя представляет эта процедура и какие есть варианты настройки новой базы частности сегодня углубленно поговорим про установку типовой методики документа оборота и опишем какие данные у нас загружаются при использовании именно этого метода первоначальной настройки то есть именно при типовой методике документа оборота по интерфейсу и обзору общих возможностей системы мы сейчас посмотрим вживую наш документ оборот сейчас я включу демонстрацию скажите пожалуйста кто уже использует документ оборот 2.1 или все кто планирует все-таки тема у нас такая больше для планирующих чатик не напишите используем не используем так пока чат молчит а видно меня не видно используем я поняла готовимся есть и те кто использует есть те кто готовится наверное конечно больше интересным будет тем кто готовится потому что это все-таки первоначальная настройка система ну возможно что-то полезное будет и для тех кто уже использует программа документ оборот 2.1 у нас используется для работы с документ потоком то есть это у нас входящие внутренние документы и соответствующие все действия с ними то есть это процессы которые у нас подразумевают работу с документами организует движение документов документы потоки в том числе и задачи сотрудникам для проведения операции над этими документами сейчас мы с вами видим документ оборот 2.1 не все поле вижу вот мы с вами можем посмотреть информацию у нас прям подходит и подходит о программе то есть в меню здесь справа сверху мы можем посмотреть информацию всегда программе какая у нас используется версия какая конфигурация и под кем мы сейчас зашли на сейчас дам версия документа оборота и мы зашли под пользователем федор флп это директор зашли мы сюда специально чтобы посмотреть именно рабочий стол сотрудника в данном случае директора то есть в документ обороте это не просто первая страница которая загружается для пользователя при работе системы для пользователя документа оборота первая страница это его рабочий стол его рабочий кабинет где он видит набор тех функциональностей которые нужны ему каждый день то есть вот каждая это область задачи почта календарь это отдельный виджет мы их можем настраивать как нам нужно под пользователя мы можем допустим если нам не интересен календарь не интересен форум эту функциональность мы не используем его можно убрать с рабочего стола чтобы не засорять поле видимости а оставлять самое важное вот также функциональность документа обороте она настраивается то есть некоторые функции но например возьмем почту если вы не планируете использовать эту функциональность программы то ее в принципе при первоначальной настройке можно отключить и ваши сотрудники ее видеть нигде не будут ни в меню не будут видеть ни на рабочих столах нигде то есть тут при первоначальном запуске системы нужно понять что вам нужно с чем будут сотрудники работать и вы сможете как в меню в общем меню разделов у нас находится вот здесь то есть вот так мы уже видим все остальные разделы ну тут важно показать разницу то есть как видит сразу свой рабочий стол сотрудник и ему не нужно никуда в меню проваливаться он сюда выводит самые главные функции если ему дальше уже нужно провалиться как-то больше но шире увидеть все возможные функции всю функциональность он уже заходит в меню разделов и здесь видят остальные разделы главное это основные функциональности сотрудника с которыми он работает задачи задачи его задача отдела как руководителя задачи проектов мои документы то есть основные функции с которыми работает пользователь работа с документами и файлами у нас здесь документооборот 2.1 документы разделены на внутренние входящие и исходящие в следующей версии уже по другому идет распределение документов здесь вот важно учитывать эту особенность совместная работа это все что касается взаимодействия с другими сотрудниками учет рабочего времени все что касается отчетов трудозатрат отчетных подчиненных то есть если идет учет работ если вы учитываете но используете эту функциональность документ 2.1 то вот вот эти функции они находятся в разделе учет рабочего времени нормативно-справочная информация здесь у нас как раз таки ведутся все справочники нормативно-справочной информации программы обычно за этот раздел выделяют какого-то одного ответственного сотрудника либо если крупная компания нескольких там по направлениям то этот раздел идет управление процессами это все что касается настройки процессов тоже часто выделено какой-то конкретный сотрудник и отвечает за эту область настройка здесь персональные настройки если мы заходим под администратором то у нас еще настройки администрирования ну и также есть у нас настройки стандартные то есть настройки панелей визуальные наши в программе это уже идет общая информация для для всего интерфейса такси мы на ней сейчас останавливаться не будем так вот мы сейчас посмотрели как выглядит программа что она в общем-то умеет что важно важно понимать сейчас я переключусь на презентацию пока важно понимать что программа обладает определенной функциональностью и не факт что вся эта функциональность вам нужна для того чтобы понять какая же функциональность нужна какая не нужна на старте лучше это делать на старте чтобы потом не перезапускать чтобы потом настройки не перезатирать не думать как вам сделать правильно чтобы исправлять уже сделанные настройки нужно провести конечно качественную аналитику изначально первое это знать полную функциональность программа что она умеет что не умеет понять какие процессы вы хотите автоматизировать именно этой системой очень часто когда мы заходим в проект начинаем заходить в проект заказчику у него уже есть некая экс-система программ которые покрывают какие-то из процессов которые может покрытие документооборот тоже тут надо понять что вы делаете этой системой что вы делаете другой как будет все интегрироваться поэтому на старте нужно все-таки в любом случае провести аналистическую работу и понять что вы будете автоматизировать какие функции вы используете такие функции вы не используете вот это конечно можно делать своими силами обычно если есть свои сотрудники свой штат айти специалистов то возможно сделать со своими силами если своих сил нет то просто ну тоже бывает сталкиваемся с ситуациями когда просто купили программу и вот она годами там лежит ее никто не запускает скажите нет ни у кого такой ситуации может есть присутствующие у кого есть подобные купили программу и все никак не дойдет до ее запуска в работу в чатик напишите если такое есть просто наверное интересно из общего интереса вот далее когда мы все-таки поняли что программа действительно нам подходит один из документа оборот приняли это решение и с чего с чего начать вот мы купили программу и что делать дальше просто взять открыть программу и начать в ней работать невозможно то есть нужно сделать первоначальные настройки программы настроить хотя бы технически функциональность которая будет работать которая включена которая отключена и необходимо наполнить первоначальными данными вашу систему то есть это ну сейчас вот мы как раз по этим всем данным пройдемся это шаблоны документов виды документ файлы которые вы будете использовать даже оргсус структура даже виды работ которые по которым вы будете вести работы если вы их ведете то есть без этих данных ваши пользователи просто не смогут работать и опять же возникает вопрос откуда эти данные все брать заносить по ходу дела их невозможно то есть чтобы просто начать запустить в эксплуатацию вам нужно всю эту картину описать и настроить соответствие с вашими процессами часто бывает так что компания допустим вот как раз таки из-за этого сроки внедрения отодвигаются компания либо не готовы свои процессы еще изучайте и описывать микрофончик так вижу у кого-то микрофончик сейчас попробую выключить у меня почему-то не получается так все получилось странно вроде настройку установлено вот тут возникает вопрос что что делать как первоначально настроить компания не всегда готова масштабно проводить обследование своих бизнес-процессов или даже бывает так что компания пока еще вообще не представляет как оно должно то быть на самом деле как должно быть когда должен организован быть документооборота автоматизация документооборота либо бывает что недостаточный бюджет конечно в любом случае далее это выльется все равно рано или поздно нужно будет проводить свое полноценное обследование всех процессов и все равно нужно будет в ручном режиме что-то редактировать в то же время все таки возможность настройки и наполнение информационной базы первоначальными данными существует в двух вариантов то есть можно заполнить вручную то есть полностью провести полноценное обследование понять какие документы потоки какие процессы какие шаблоны документов используются мы проводили вот об этом говорили на прошлом вебинаре в начале августа что нужно изучить что нужно описать что нужно обследовать чтобы понимать как в ручном режиме настроить свою систему то есть каждый пункт нужно пройтись обследовать описать и тогда уже настраивать если вы к этому пока не готовы то существует такая возможность установить настройки в соответствии с типовой методикой документа оборота что такое типовая методика то есть есть устоявшиеся традиции документа оборота в россии есть госты есть нормативно правовые акты которые регулируют документы оборота регламентированные допустим какие-то моменты еще договорные регламентируются и с учетом всех этих требований 1с разработала типовую методику документа оборота и стандартные усредненные настройки которые могут которые в основном подходят как бы в среднем для организации по россии то есть можно использовать эту типовую методику документа оборота и изначально настроить ее помощью при первоначальной настройки это может ускорить запуск системы но опять же если такая типовая методика вам подойдет для этого мы сегодня смотрим что такое типовая методика что она дает какие настройки каких и настройки какие элементы она создает в системе может ли она вам вероятно подойти и какие моменты нужно учесть тут важно что если у вас уже сейчас настроена система каким-то образом там частично настроена то есть не есть какие-то документы в ней есть установлены какие-то настройки то при использовании типовой методики документа оборота все эти настройки данные они затрутся поэтому нужно это учитывать что все таки устанавливать ее нужно на пустую базу на новую немножко углубимся что же у нас делают делать типовая методика документа оборота что она себе содержит вот обычно настройка занимает от 100 часов если делать ее вручную типовая настройка она делается недолго с нуля и прямо сразу после нее можно приступать к работе то есть сейчас мы как раз и процесс посмотрим и что при этом настроиться что у нас будет в результате когда мы будем использовать типовые данные мы сможем документы создавать по 62 шаблонам то есть это будет все по требованиям ГОСТ все эти шаблоны разработаны по требованиям ГОСТ в программе уже будет 33 автоматизированных маршрута движения документов хранение файлов документов будет уже для хранения файлов документов уже будет подготовлена структура папок и там же уже будет предусмотрено разграничение доступа готовые роли и рабочие группы с настроенными правами вот настройка прав доступа конечно одна из самых сложных тем здесь усредненно она есть будет но в любом случае нужно будет потом погружаться понимать все ли все ли ваши задачи закрываются также можно будет ввести номенклатуру дел пользоваться готовыми бизнес инструкциями можно использовать проектный учет если вы его ведете то есть обычно ассоциации ассоциации если проекты то это какие-то IT проекты 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 есть и в строительной отрасли на самом деле и в разных совершенно отраслях то есть проект это создание нового продукта при ограниченных ресурсах и времени тут то есть если вы ведете именно в разрезе проектов учет тоже можно включить и стандартные настройки для этого есть в шаблонах также отражена закупочная деятельность работа с распорядительными документами договорная обработка служебных записок и организационно-распорядительных документов то есть это основные основные потребности компании документы обороте они в принципе будут настроены работать в этой системе будет можно как устанавливается методика документа оборота здесь разместила скрин там мы зашли под пользователем перезаходить не буду в настройках и администрирование под администратором заходим и у нас есть функция установка типовой методики документа оборота еще раз подчеркиваю что нужно все-таки в пустую базу устанавливать если вы будете устанавливать если вы что-то уже заносили как-то работали в системе то при установке типовой методики документа оборота она у вас все затрется смысла в этом не будет далее как только вы кликните на кнопку процесс у нас пошел и программа в любом случае вам скажет что будет что что будет далее то есть команда программа вам говорит что вам даст установка типовой методики документа оборота здесь у нас как раз таки изображено что о чем вам скажет программа чтобы случайно не нажать кнопку это создавать документы по готовым шаблонам запускать процессы хранить файлы в структуре папок использовать ролевую адресацию вести номенклатуру дел и вот мы в общем то в начале вебинара тоже это перечисляли что нам даст установка типовой методики далее выйдет окно а здесь вот нужно тоже принять решение понимать с чем вы работаете с чем вы не работаете не ну когда установлю устанавливать типовой методику иногда тоже складывать впечатление что вот как мы нажимаем далее 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 идет стандартная установка и не обращаем внимание на те галочки которые нужно поставить здесь важно что каждая галочка далее потом уже отразится при работе в программе той или иной функциональностью наличием или отсутствием той или иной функциональности и следующим этапом когда у вас программа спрашивает укажите дополнительные укажите характеристики предприятия чтобы установить дополнительные настройки здесь необходимо подойти к этому осознанно то есть если ваше предприятие состоит из нескольких юридических лиц то вот если вы планируете вести учет по нескольким организациям то обязательно эту галочку нужно установить то есть у каждой организации будут реквизиты номера номераторы и один и тот же сотрудник сможет от нескольких юрлиц если он на это уполномочен подписывать документы вот если вы галочку не поставить то соответствие дальше вы уже не сможете функциональность использовать вы работаете с обращениями граждан тут будет возможность именно на автоматизации процессов работы с обращениями граждан если вам это нужно обязательно нужно установить и по работе с проектами тоже опять же нужно понимать все таки вы ведете в разрезе проект в деятельности или нет чем бы вы не занимались какая бы сфера деятельности не была в общем то этот слайд как раз таки раскрывает все что я на предыдущем сказал и посмотрим что же у нас будет содержать наша база когда у нас данные загружены после завершения установки типовой методики документа оборота программа вас обязательно уведомит что теперь содержит ваша программа у вас есть структура предприятия рабочие группы уже созданы должности папки файлов шаблоны файлов виды работ вопросы деятельности номераторы виды папки шаблоны внутренних документов внутренних входящих исходящих документов то есть виды шаблоны всех видов всех документов типы связи номенклатуры делаю ее разделы роли исполнителей все необходимые минимальные шаблоны процессов виды и папки мероприятия опять же если вы их будете использовать то они вам интересны будут папки форума инструкции графики работ ну и далее уже программа вам говорит что для дальнейшей настройки программы в любом случае ответственным сотрудникам придут задачи то есть когда все элементы системы необходимые автоматически будут загружены в 1с документа оборот то все равно необходимо ответственным сотрудникам сделать дальнейшие действия для проверки и донастройки системы чтобы не упустить ничего из вида и ответственные сотрудники это сделали программа формирует для них задачи далее мы их подробнее рассмотрим какие задачи сформированы то есть вот как раз таки и будет адаптация загруженных данных под именно вашу организацию вручную уже потому что автоматически предусмотреть как нужно в каждой организации настройки сделать абсолютно точно здесь усреднить практически невозможно все равно нужно эти настройки делать поэтому каждый ответственный получит в списке задачи мне либо виджете в окне задачи мне эти задачи для донастройки вы их не потеряете как можно оценить готова ли ваша система после того как у нас система автоматически загрузила данные наши ответственные сотрудники получили задачу задачи для донастройки системы нам нужно понять все ли в общем то готова к эксплуатации системы и как мы это будем делать проверять нашу систему необходимо здесь перечислены вопросы по которым мы понимаем критерии насколько наша система настроена то есть организована ли совместная работа сотрудников с информацией есть ли система регистрации учета входящих исходящих внутренних документов если контроль исполнения обеспечен поиск документов для хранения данных организована структура папок где у нас уже настроены права доступа ведется ли номенклатура дел насколько корректно ведется между сотрудниками распределены зона ответственности в рамке в рамках прохождения хранения документов роли исполнителей есть схема движения документов есть учет трудозатрат сотрудников вот вот эти всем вопросы на них нужно получить ответы вот вам необходимо в этот момент понять как вы будете это проверять есть путь такой болезненный но эффективный когда ваши пользователи просто начинают работать системы и понимают тут работает там не работает здесь нужно донастроить можно разработать кейсы и по кейсам пройтись по каждому вопросу по каждому моменту и на тестовых данных на тестовых документов тестовых кейсах проверить как это отрабатывает это конечно избавит вас от сюрпризов потом в работе это нужно обязательно делать когда допустим занимается у вас профессионалы внедрением системы они для вас обязательно разработают тест кейсы и предоставят уже результат проведения тестирования что функционал действительно работает если вы самостоятельно внедряете систему то рекомендуем также это сделать и пройтись по этим вопросам теперь пройдемся какие же данные у нас загружены более подробно и данные у нас загружены по результату использования типовой методики документа оборота у нас загружены данные для автоматизации следующих видов деятельности это закупочная договорная работа договорами обработка организационно-распорядительных документов и служебных записок также созданы подразделения для работы по этим направлениям также формы договоров все которые необходимы форма заявлений которые необходимы у нас все загружены и настроены процессы обработки документов необходимое все минимально необходимое у нас все загружено также общие данные естественно без которых мы не можем работать это у нас загружена структура предприятия должности и рабочие группы наших сотрудников от которой мы уже потом будем уже ваш специалист которому придет задача он будет заводить уже живых пользователей живых сотрудников а сама структура предприятия должности рабочие группы они у нас загружается автоматически организационная структура которая загружается автоматически она у нас стандартная и состоит из подразделений которые в общем то есть в любой организации вот она у нас сейчас приведена то есть такие подразделения как бухгалтерия договорно-правовое отдел юридическая служба например департамент организации закупок и так далее они у нас в общем то есть любой организации они у нас вот и стандартно загружается то есть если у вас уже далее есть свои какие-то структурные подразделения тут нужно понимать вообще подойдет ли вам типовая ваша типовая методика или все-таки стоит пойти другим путем и удобнее будет не типовую орг структуру типовые настройки расширять вашими особенностями все-таки идти от обследования вот потому что от организационной структуры на самом деле очень многое потом идет поэтому организационную структуру мы вначале в сам не прописываем должности группы пользователей как раз таки вот определяются у нас структуры предприятия все у нас взаимосвязь поэтому структура у нас заполняется в первую очередь а далее документы то есть документы у вас уже загружены будут стандартные опять подчеркиваю те которые минимально необходимые которые усредненно по всей россии используются у нас загружены виды документов у нас загружены шаблоны документов которые потом можно будет заполнять по реквизитам в которые можно будет будет добавлять реквизиты уже при работе системы типы связи структура папок внутренних документов с настроенными правами предопределенные нумераторы документов индексы вида документов и способ доставки корреспонденции то есть это те элементы которые будут предзаполнены относительно касательно документов далее какие у нас здесь идут типовые настройки поэтому по этим элементам опять же говорю что у нас виды документов это которые применяются всеми абсолютным предприятиями ну например вот возьмем там распоряжение директора должностные инструкции они у нас применяются везде и они установлены связи между ними сами формы документов они установлены гостами и в соответствии с этим документ у нас и загруженные виды документов в организм в систему то есть тут уже можно не переживать все соответствует стандартам также что касается файлов какие файлы у нас уже загружены у нас сами шаблоны файл загружены у нас правила автозаполнения шаблонов файлов то есть какие вносимые реквизиты карточку документы у нас куда попадут в шаблон файл как они заполнятся права доступа к шаблонам файлов какие сотрудники каким шаблонам будут у нас иметь доступ это тоже вот у нас прописано и папки файлов с настроенными правами то есть если у вас какие-то особенности есть в организации тут нужно нужно иметь ввиду что потом все нужно будет донастраивать исходя из ваших особенностей настройки шаблонов файлов в общем то я об этом сказала что это усредненное по стране и для удобного хранения массива файлов структура папок используется как раз таки где именно для подразделения назначена отдельная папка тут идет разрез по папкам именно по подразделениям это тоже нужно учитывать то есть и права в то же время папок именно разграничена согласно типовой организационной структуре предприятия то есть вот как мы изначально видели структуру предприятия таким же образом у нас и будут разграничены права пользователей по папкам процессы и задачи что у нас загружена по процессам и задачам систему на загружены шаблоны комплексных процессов которые касаются как раз таки видов документов которые мы загружаем то есть я у нас используется автоматически загруженные виды документов для их действия с ними у нас и есть шаблоны комплексных процессов мы же с этими документами должны производить действия также загружена правила автозапуска этих процессов условия маршрутизации и роли исполнителей по этим процессам здесь приведен пример обработки распоряжения главного бухгалтера автоматически которые запускаются при создании документа сотрудникам у которого идет роль установленную роль главный бухгалтер и документы вид распоряжения то есть это у нас уже предустановленный комплексный процесс и идет определенный маршрут по этому виду документа это уже установлена по системе системе в системе при использовании типовой методики документа оборота также создан типовой вид проекта и установлены рекомендованные настройки для ведения проектного учета виды проектов у нас находится нормативно справочной информации вот далее если уже вы хотите использовать у вас разные виды проектов есть то вы можете дополнительно еще завести с особыми настройками другие виды проектов здесь создается именно для того чтобы вы хотя бы могли запустить эту деятельность и начать вести проектную деятельность автоматизацию через 1С что касается номенклатурный райдел в информационную базу у нас загружена сама номенклатура дел и дела дома по номенклатуре дел опять же у нас структурно структурно предлагается что основа основа у нас подразделения то есть структура организации но вы это наименование подразделений насколько это удобно нужно оценить вообще чаще всего так она используется в организации более удобно 2. вопросы деятельности что касается вопросов деятельности каждый вид документа у нас который мы вот выше котором говорили то есть виды документа у нас создано тоже и каждый вид документа у нас привязан к определенному виду деятельности предприятия и п process difficulty и такие вот единости представляет получить отчеты с количественными данные у нас Какие документы у нас, по какому виду деятельности. Далее, что касается учета времени. Если вы работаете с учетом времени в системе, принимаете такое решение, то здесь автоматически будут загружены виды работ, графики работ, рабочий календарь. То есть, эти все настройки типовые, то есть, перечень работ будет предложен типовой, тот, который требуется обычно для учета рабочего времени минимально. График работы, он уже идет с учетом производственного календаря, который у вас установлен по умолчанию в документе оборот 8. По мероприятиям, что у нас загружено? У нас загружены виды мероприятия и папки мероприятия. Это общее мероприятие по структуре организации. Ой, ушли. Так, по форуму. Для форума, ну, форум не всегда, конечно, используется в пользователях документа оборот. Ну, в общем-то, тоже такая функциональность полезная, и она автоматически тоже настраивается. Здесь созданы типовые разделы новостей, общекорпоративных обсуждений, предметных разговоров. Правила ведения на форуме и полезные советы тоже, они сразу предустановлены. То есть, можно брать и начинать пользоваться этой функциональностью. Все настройки для этого у нас есть. Также для удобства работы пользователей настроены уведомления. Они сразу будут работать в системе по окончании настройки, и пользователь будет получать уведомления при выполнении моей задачи, контроль просроченных задач, и это ежедневно идет уведомление, назначение ответственным за документ, новая запись календаря, окончание срока действия документов, остановка прерывания процессов, если отменяется выполнение задачи, перенаправление задачи, поступает новая задача. То есть, весь ряд, весь перечислять не буду, целый ряд важных уведомлений, которые позволяют сотруднику работать эффективно, он идет, настраивается уже с помощью типовой методики, и позволяет уже к этому вопросу не возвращаться. Сотрудник получает необходимые уведомления оперативно. Посмотреть настройки уведомлений мы можем вот в настройках уведомлений по умолчанию, и здесь мы видим, каким образом у нас идет уведомление. То есть, идет по почте, идет окном уведомления. Здесь мы вот можем эту информацию посмотреть и понимать, куда будет приходить информация нашему сотруднику. В какое окно, в какой канал связи. Также будут готовые инструкции для сотрудников, которые привязаны к каждому объекту, которые уже загружены типовой методикой документа оборота. При этом, если уже используются инструкции, которые загружены типовой методикой, то не следует уже загружать типовые инструкции из комплекта поставки, потому что они могут помешать друг другу, и какие-то данные могут потеряться. Так делать не рекомендуется. Также загружаются у нас необходимые для использования электронного документа оборота проекты локальных нормативных актов по организации электронного документа оборота. У нас электронным документом оборота пользуются уже все организации, поэтому здесь необходимый пункт, который не стоит пропускать. Здесь у нас рекомендованы к использованию проекта внутренних нормативных актов, которые уже устанавливают именно нормативные, нормативы правового поля для использования документа оборота. Эти приказы необходимо уже обязательно принять в эксплуатацию, когда мы внедряем документы оборот, чтобы эти приказы уже были приняты. Это приказ о внедрении в промышленную эксплуатацию системы управления документом оборотом, приказ о работе в системе управления документом оборотом 8, приказ об утверждении введения в действие положения делопроизводства. Это очень важный момент, о котором не всегда помнят, но его пропускать нельзя. И система об этом, при установке типовой методики документа оборота, система об этом напоминает, не дает пропустить нам этот пункт. Далее, когда наши данные уже загружены в систему, когда у нас установлены технические настройки, о которых мы уже сказали. В самом начале я говорила, что после настройки автоматическая система направит задачи ответственным сотрудникам, которые должны будут ручками сделать какие-то действия, донастроить систему. И об этих действиях мы сейчас как раз-таки поговорим. Первая задача, конечно, администратору, который у нас должен проверить все введенные данные самих организаций, структуру предприятий, рабочие группы, папки, файлы, настройки всех прав доступов ко всем элементам, все шаблоны документов, шаблоны маршрутов, номенклатуры, виды работы, виды исполнителей. То есть все, что заполнено, здесь вот полный перечень, приведен, что ему нужно проверить и нужно также будет, важный момент, это зарегистрировать пользователей в системе. Это у нас задача именно администратору. Задача ответственному за НСИ приходит ознакомиться с документом, как работать с методическими материалами и необходимо проверить справочники, проверить виды документов, графики работ и проверить виды мероприятий. И дальше уже у нас приходят задачи самому делопроизводителю, это запустить процесс подготовки документации об использовании программы документа оборот и запустить процесс подготовки самого приказа об утверждении, введении в действии положения о делопроизводстве. Сами задачи, они приходят, как мы говорили уже в разделе задачи мне, также на виджете, на рабочем столе, на стартовом. Мы, сотрудник видит задачи, которые ему приходят и должен ее выполнить. Таким образом система ведет всех, ведет ответственных сотрудников к тому, чтобы все-таки система была итогово донастроена. И еще раз хотела бы сделать спор на том, что когда вы выбираете, каким образом, каким путем вам идти. Сейчас мы на данном вебинаре рассмотрели типовую методику документа оборота. До этого мы рассматривали ручную настройку. Типовая методика, она, конечно, дает нам готовое решение. То есть мы запускаем программу, все сама настраивает, делает это в соответствии с законодательством, со всеми документами, со всеми стандартными. При этом она не учитывает особенности, специфику нашего предприятия, специфику наших процессов. Но она страхует нас от того, чтобы мы ничего-то не забыли. То есть все необходимые этапы мы все-таки проходим. Если вы принимаете решение все-таки вручную настраивать систему, то вы должны осознанно к этому подходить и готовиться к большому этапу обследования и настройки ваших процессов, вашей системы. Вот так. По времени мы сегодня с вами даже немножко перелинитили. Наши сотрудники вас будут прозванивать. Если какие-то вопросы у вас остались, будем рады на них ответить. Еще раз говорю, что у каждого есть возможность, у каждого участника вебинара есть возможность провести встречу, встретиться с нами отдельно, конкретно по вопросу, по кейсу. И мы уже ответим на ваши вопросы. Про эту возможность помните. Ну и сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо. Хорошего дня вам. До свидания.